13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей и говорю здравствуйте нашему гостю Владимиру Журавлёву, депутату Кировской городской думы. Добрый день. Здравствуйте. Так, мы начинаем. Есть вопрос на нашем сайте. Я напоминаю слушателям. Вопросы к гостю задаются через aichakirova.ru, форма анонсов. И к вопросу мы перейдём чуть попозже. Я прошу Николая подождать. Сейчас я бы хотела всё-таки начать с последних, так скажем, финансовых известий. Серьёзные достаточно ситуации на валютных рынках. Не очень понятно, что будет с курсом рубля. И сейчас на сайте РБК я вижу новости о том, что продажи зарубежных туров, а у нас впереди отпускной сезон, снизились на треть. РБК сообщают представители туристических компаний. Поставщики бытовой техники. Вчера же РБК писала о том, что предупредили уже магазины и ритейлеров о том, что будет повышение цен. Возможно, оно будет не очень значительным, на 5-10%, но тем не менее. Люди сейчас в недоумении в очередной раз, что делать? Бежать, сбрасывать рубли, покупать валюту или всё-таки успокоиться и подождать, как призывают некоторые эксперты, что делать? Ну, вот этот, как бы, случай, который нам в очередной раз показал, что прежде всего, ну вот я уверен, что это, конечно, спекулятивно. Это не эмоции, это сделано намеренно. Вот у нас на нашей московской бирже и на валютной бирже просто собрались спекулянты. То есть под такой, под свободой якобы плавающего курса просто осуществляют спекулятивные операции. Притом, ну это сначала, знаете, как вот, есть такая сказка про обезьян, что я покупаю по более дорогой цене и так далее. То есть спекулянты это хорошо освоили, а, к сожалению, Центробанков, я не разу слышал информацию, чтобы он подлавливал за такое. В Японии, в Америке, в этой же форме. Ну, грозятся, по крайней мере, точно. Там, понимаете, за такие вот, за спекулятивные сдвиги, это очевидно, там, сроки по 20-25 лет. Знаете, вот в фильме есть такой Уолл-Стрит, там человека посадили на 25 лет за какие-то вот, за то, что он сбросил инсайдерскую информацию для того, чтобы с целью заработать. Владимир Вениаминович, то, что на фоне санкций западные инвесторы сбрасывают российские бумаги, там, да, и покупают доллары или евро, неважно. Вот, это же, ну, в общем, тоже факт такой известный. Можно я расскажу, что по данным... Они все же не спекулянты. Нет, послушайте, по сведениям Центробанка официальным, за 2017 год 96% у нас иностранных инвесторов, которые существуют операции на наших биржах, на российских, финансовых и валютных, это наши же резиденты, которые там через свободные экономические зоны, через Киев, через офшоры совершенно выводят деньги и таким образом оттуда рулят. То есть, это известно. Ну, вы знаете, там, я понимаю, что финансисты есть такие смелые, отвязные, но они очень прагматичные люди. Российский рынок в сегодняшней ситуации уже, наверное, года два или три, я думаю, что серьезные инвесторы, ну, которые, вернее, спекулянты, они вышли оттуда. Там проводится ряд каких-то вещей, но, представьте, это просто можно потерять все деньги. Страна для Запада сегодня, Россия, она в некоторой степени непредсказуема с точки зрения какой. Мы начинаем проводить свою национальную политику. И вот считаю сегодня, вот после того, как сейчас Америка против нас вводит санкции финансовые, наше слабое место – это финансовое управление, монетарная политика, так называемая. Она не гибкая, она прошлого века, нам просто нужно переходить. И нам вот эти западные инвестиции, они как таковые, вот которые сегодня есть, это спекулятивный капитал. Разделю все инвестиции на две вещи. Первое – это деньги, которые нам сегодня не нужны, даже ни доллары, ни евро. Второе, в чем нуждается страна инвестиций – это технологии. Опять же, как бы они выражаются в денежном эквиваленте, там, в долларах, евро. Ну, это станки, оборудование, какие-то технологии, какие-то производства, которые, совместные предприятия, которые открываются на территории России. Они нам архиважны. А эти спекулятивные деньги, нам от них не холодно, не жарко. И сегодня они показали вот этот рост. Почему? Потому что Центробанк избрал такую политику, в отличие, например, от Китая. Ну, подождите, в Китае регулируется четко плюс. В конкретной этой ситуации, по-моему, пока вообще ничего не избрал. Он пока выжитает. Ну, мой прогноз, я посмотрел как раз основные показатели экономические. Слушайте, ну, у нас, ну, с одной стороны, да, доллар, евро подрос, а смотрите, как нефть выросла. А это основной показатель. И я думаю, что две-три недели, может, даже раньше все успокоится. Людям обычным что делать? Ну, те люди, которые, ну, обычным людям российским... Ну, они погоды на рынке не сделают, конечно, ну, как не нужны тем, кто на отдых отправляется, очень нужны. Нет, а я просто рекомендую подождать до мая месяца, все стабилизируется. Я думаю, две-три недели все уляжется. Это, знаете, это вот задача как раз спекулянтов. То есть это играет рубль немножко? Да, он вернется. На позиции или все-таки чуть-чуть повыше? На позиции все у нас показатели основные, они на ворот улучшаются, а цена на нефть, там, на газ, они сейчас просто автоматически, притом, они ведь выросли-то тут как бы по отношению доллар-евро, по отношению к рублю вырос, а нефть, она в долларах и в яро растет и газ. Поэтому основные показатели у нас вырастут. Хорошо, с покупкой валюты подождать. А с покупкой бытовой техники что делать? Та бытовая техника, которая сейчас пока продается и закуплена по старым ценам, бежать ее покупать тем, кто хотел менять или все-таки выждать тоже? Ну, я думаю, что те трейдеры, которые занимаются продажей, они немножко на этом пытаются тоже сверпеть, потому что тоже спекуляция, ажиотаж, а вдруг полетят, а вдруг будут скупать и так далее. Я думаю, что подождите две-три недели, это максимально. Я думаю, что уляжется еще раньше. Это всплеск, который вот на всех западных биржах, ну такое происходит, такого роста резкого валюты. Я уверен, что это если было бы в Японии, в Америке или в Германии, люди, которые это осуществили, там нужно, сейчас нужно Центробанку провести расследование, этих людей просто за спекуляцию посадить, на сколько-то и так далее. Вот и все. На те суммы, которые там, словно говоря, покупалась валюта, продавалась, ну вот там они разумные люди, разумный человек, он просто встанет и будет ждать, дожидаться ситуации. Не кинется покупать. Это ажиотаж рассчитан на то, что простые граждане кинутся скупать доллары и евро. Вот и все. Хорошо. По более дорогой цене. Подождите две-три недели. Занимаем в ожидательную позицию, да, и две-три недели смотрим, что будет происходить. К нашим кировским переходим новостям. Николай спрашивает вас на нашем сайте. Почему при такой ярко выраженной компетенции во всех сферах деятельности вы до сих пор не на государственной или муниципальной службе? С вашим опытом и возрастом уже необходимо прекратить критиковать и начать реально работать на благообщество. Ну, во-первых, я критикую всегда по делу. Почему компетенция? Потому что я являюсь, вот как бы, возглавляя большой хозяйственный холдинг, которым только производство, начиная от сельского хозяйства, в том числе от производства молока, заканчивая машиностроительным оборудованием, которое мы, кстати, экспортируем. Вот сейчас у нас есть проект в Ирак, поставки оборудования, и вот собираемся в Дамаск, в Сирии, совместное предприятие по производству оборудования для стройматериалов. Вы погодите, пока в Сирию это поставлять еще? Погодите, мы хотим там открыть совместное предприятие, потому что рынок колоссальный. И вот в Египте два года назад мы тоже проявили переговоры с собой на экономической зоне. К сожалению, у нас вот это все притормозилось. Тоже производить совместное оборудование там для продажи. Вот то, что мы делаем, оно простое. Достаточно оборудования, может быть, для развитых европейских стран на нее подходит, а вот для азиатских, для африканских. Есть опыт поставки у нас и в Алжир, и в Израиль мы поставляли, уже есть опыт поставок. Почему вы не идете на государственную? На государственную службу. Ну вот отвечаю. Во-первых, мы с группой товарищей в 2013 году писали уникальную программу для России развития именно сельского хозяйства в нашем регионе с опорой на мясо молочное. Мы это докладывали и Никите Юрьевича Белых, докладывали в Государственной Думе на Комитете по сельскому хозяйству, затем повторно совместно была, уже это в 2013 году, затем в 2015 году, в ноябре, тоже была комиссия совместного заседания Комитета по сельскому хозяйству в Государственной Думе в Москве и Министерство сельского хозяйства. Приняли программу? Программа однозначно прошла на урон, принять должен ее губернатор действующий. Ну и самое главное, я был бы готов, например, вот, мне неинтересно просто, знаете, должности, где занять место и все, я человек дела. Я бы занял пост министра сельского хозяйства. То есть вам нужна должность, где можно решения какие-то принимать? Мне нужна должность, где я, мои компетенции, они будут наиболее эффективны. Я считаю, что вот за пять лет можно Кировскую область сделать шестым экспортером сухого молока, сухого молока в мире. А сейчас? А сейчас? Сейчас, зачем мы там вот 600 тонн доим? И вот, слушай, да, наш господин Котлячков, нынешний Алексей Алексеевич, который занимает этот пост, он говорит, давайте миллион тонн. А у нас, он правильно говорит, у нас же оно дебетовое. А ведь, Алексей Алексеевич, когда вы это произносите, сразу мы должны сказать, а куда сбывать будем? А вот как раз ту модель, которую мы предполагали, она прежде всего предполагает и развитие тех населенных пунктов 34 районов, в которых вот эта сельскохозяйственная программа работала бы. Развитие там, и население бы оставалось, и уровень зарплат был бы и так далее. То есть, если вот коротко сказать, то есть это период нашего сегодня мелкотоварного и, в лучшем случае, среднетоварного производства сельскохозяйственного из прошлого века по оснащенности на промышленные рельсы. Притом, во всех сферах. И начинать нужно селекционных семенных станций, с племенного хозяйства. И она должна быть в комплексе, а затем заканчивать строить современные комплексы молочные на 2400 голов. Притом, это все замыкать и кормовую базу, чтобы не каждый колхоз выращивал, например, пшеницу, ячмень. А, например, условно говоря, там Котельнический район, Арбашский район производит молоко, а зерно им не надо садить там. Там вот земля и погодные условия такие, а в Иранске, в Малмыже, производить пшеницу. То есть я так образно. Место и вид деятельности. Да, мы про программу, конечно, поговорим. Я так понимаю, что мы ведь уже и поднимали как-то эту тему у нас. Конечно. Возвращенная бизнес, думаю, что вернемся к этому. Ответ Николая. Я думаю, что некоторые, вот сегодня руководители, они просто боятся моей компетенции. Представьте, когда ты начальник, а к тебе замом пойдет, условно говоря, человек более тебя компетентный. Все неуютно себя слушают. И я бы вот, я такой достаточно человек жесткий не потому, что я сам по себе, а то, что я привык работать на результат. Если человек в команде болтается, условно говоря, на футбольном поле, как в проруби вещество, то зачем? Я бы его уволил. А сегодня чиновники, знаете, они вот сидят, видно, что чиновник не справляется. Да даже уголовные дела возбуждаются. А, например, людей не увольняют. Для меня это вопрос, как для руководителя. Это из теории управления. Вы готовы, но вас боятся. Конечно. Я готов к предложениям. Самое главное, есть понимание туда, куда идти. Но, к сожалению, кому-то нужна эта компетенция или нет. Депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. В нашем эфире у нас небольшая полуминутная пауза, и мы вернемся. Продолжаем разговор с Владимиром Журавлевым, депутатом Кировской городской думы. Следующая наша тема, ну, понятно, да, это шлейф трагедии в Кемерово. Сегодня появилась новость о том, что руководитель бригады пожарных, которая прибыла на место первой, как я понимаю, да, сейчас против него возбуждено уголовное дело, Следственный комитет проводит проверку по тому, насколько компетентными были действия пожарных. Напомню, что обвиняли родственники погибших в том, что несвоевременно они среагировали и не эвакуировали людей из кинозала закрытого. На уровне Кирова и других регионов сейчас идут проверки и учебные тренировки, я бы так сказала, да, в том числе в учреждениях образования, то есть в садике школы детей учат эвакуироваться, учат руководителей и сотрудников пользоваться правильным огнетушителем, быстро покидать здания и прочее, прочее, прочее. Вот вам как кажется, наши школы, наши детские сады, они в случае чего смогут мобильно отреагировать и быстро, и динамично там эвакуироваться, и детей всех спасти, и так, чтобы никто не пострадал из-за взрослых, да, в процессе эвакуации детей. Понятно, что школы и садики у нас, они, в общем, оснащены окнами, по крайней мере, да, то есть есть куда бежать, если что, но, тем не менее, это же дети. Ну, я с вами полностью согласен, во-первых, вообще детские сады и школы, вы знаете, это у нас слабо в городе Кирове, я в плане развитости, но мы говорим сегодня, к сожалению, вот, сконцентрировано на том, что нам их не хватает, а следующий вопрос, вот сегодня мы по объему, условно говоря, если бы представить, что заполнили бы все это детские садами и школами, нам нужно еще новое здание, у нас очень много детских садов и школ в ужасном критическом состоянии, которые, ну вот там, школа, например, 32-я и 45-я, я знаю, они просто требуют капитального ремонта. Это старое здание, как вот была до этого 28-я школа, там были деревянные перекрытия, то есть это вот несовременные материалы, которые являются дополнительными, как бы материалами риска при пожаре, это быстрее вспыхивает, горит и так далее. В вашем состоянии современные материалы тоже являются. Уже современные школы. Самое главное, вот основной проблемой, вот давайте берем, это, ну, как в школе кто-то что-то подожжет, вот это сомневаемся, то есть это проводка, это замыкание в сети. Да в школе, мне кажется, совсем не исключена вероятность такой ситуации, что кто-то что-то подожжет. Ну, погодите, вот просто поджечь это, не так просто загореть. Ну, что там деревянного? Там в основном материал, ну, парты, ну, это все тушится. Я говорю о глобальном, когда... Если принесут с собой что-нибудь. Мне кажется, детям надо просто объяснять, почему это нельзя делать. Вот на примере кемеровской трагедии. Я хочу сказать, что вот самый главный, знаете, 90% воспитательный эффект, это личный пример. У нас, к сожалению, взрослые, и сегодня ситуация в обществе, она не способствует ни законопослушности, ни честному проживанию, понимаете? И этот пример показывает, к сожалению, власть, которая, ну, своим отношением ко многим вещам настраивает против себя, в том числе и населения, и бизнеса. Здания многие старые, здания не приспособлены. Вам, как кажется, вот эти тренировочные эвакуационные проверки, они больше для галочки проводятся? Или все-таки вот, ну, люди осознали, что надо было? Ну, во-первых, надо знать наших чиновников, они всегда склонны к тому, что не работают. Постоянно нужен контроль, это первое. Во-вторых, вот эта трагедия в Кемере, конечно, ужасная, вот я, знаете, наверное, за мою жизнь, вот никакая трагедия так не трогала, там, у нас вот в родне, большинство родня так переживало, особенно, там, женщины, которые, там, тетушки у нас, там, сестры двоюродные, у родителей, там, братья, двоюродные сестры. Пожалуй, по тяжести вот такое эмоциональное восприятие только бесславно еще. Да, как-то, да, вот, наверное, бесславно, и как-то страна это все восприняла, ну, вот, ну, глупо, бестолково и так далее. Теперь, что необходимо делать? Ну, во-первых, нужно, школа, детская СД, назначена проводку, вот я бы что сделал, даже не на огнетушителях, а проводку поменял. То есть ее менять или проверять все-таки? Менять по возможности, где нет. Вы знаете, вот здесь сейчас проводка современная из негорючих материалов, то есть при любом замыкании просто нечему гореть, вот и все. А сегодня у нас очень во многих есть старая проводка, к сожалению. Нужно менять. Это не такие, может быть, глобальные деньги, я думаю, что бюджет, может быть, и городской были, и там, областной, и справились с этим. Первый момент. Второй момент. Необходимо, конечно, проводить нужно тренировки. Это нормальный процесс. Мы, к сожалению, вот за эти 26-28 лет, с советских времен, ну, вообще расслабились по всем направлениям. Дети не умеют надевать противогазы? Ну, тут, возможно, при пожаре не так важен, ну, противогазы, знаете, взрослые ноги не наденут. Женщины 100%, они скажут, да я лучше, вы знаете, русские женщины. Тут, во-первых, необходимо создавать условия, негорючие материалы, чтобы не было условий. Проводка, она не замыкала бы, понимаете, то есть, или замыкание происходит, нет возгорания. Ну, и самое главное, конечно, тренировка в действиях, особенно для детских садов и школ. Это необходимая вещь. Как часто? Как часто? Ну, есть же нормативы какие-то, да, по закону? Ну, вот как в армии тренируют постоянно. Ну, давайте, мы не будем детский садик с армией сравнивать. Ну, хотя бы, давайте, хотя бы, ну, там, один раз весной, другой. Один раз осенью при начале учебного года, ну, и один раз весной, как бы так. Два раза в год достаточно? Хотя бы, я не знаю. Я не специалист, к сожалению. Вот каждый, это, наверное, должны посоветовать специалисты. Ну, вроде бы, по закону, как раз, примерно, где-то вот, где-то вот в таком. Два раза в год, да? Примерно, да, в такой частоте они должны быть. Два раза в год. Я думаю, что вот где директора школы, где они чувствуют, что у них вот школа старая, там, и проводка старая, и штукатурка, знаете, вот это, как бы, плетеночка есть деревянная, перекрытие есть деревянное. Конечно, нужно чаще делать. Вот туда нужно внимание более, вот на это обратить внимание. Где есть современная новая школа, вот у нас 11-я, которая построена в новом микрорайоне, там, в Чижах. Ну, что там гореть? Вот там, вот, все материалы современные, они не горючие уже изначально. Ну, парты, наверное, сами столешницы, они, но они не создадут какого-то такого критического состояния. Открыли окна, и это все, как бы, в общем-то, проветривается. Ваше мнение и Ваши перспективы, как Вам кажется, вот что будет с торговыми центрами у нас в Кирове? Ну, с торговыми центрами я слышал мнения разных людей. Насколько я понимаю, после 16 апреля обещали озвучить результаты вот всех этих проверок, которые идут после данной кемеровской трагедии. Ну, вот я к этому очень, очень внимательно за всем следил, смотрел, слушал разные мнения. Вот Александр Мень, который министр строительства. Михаил. Да, Михаил Мень, высказался о том, что вообще строить торговые центры двухэтажные. Ну, в принципе, вы знаете, почему бы и нет. Я вообще сторонник того, что я бы в городе ввел закон, когда мы жилье не могли бы построить, как в Европе, больше пяти этажей, шестой этаж это мансардный. Ну, Владимир Вениамович, уже построено, никуда не денешься. Я это понимаю. К старым, конечно, старое трогать не надо, это у нас закон обратной силы не имеет. Но я бы сделал так, перефразируя. Новое торговое центро, может быть, не выше двух этажей, раз. А вот то, что старое, я бы перенес, например, детские площадки, которые, ну, например, как у нас в ЦУМе, там, на четвертом этаже, вот эта игротека, да, игровая площадка, фестивали. Да нет, только в ЦУМе, много. Во многих, да. На первый этаж. И кинотеатры тоже в обязательном порядке на первый этаж. Слушайте, ну, кинотеатры тут, наверное, и не потянут просто владельцы и собственники по деньгам. Да, огромные же затраты были. Ну, вот смотрите, нет, в торговых центрах, ну, я это понимаю, но переносить придется, потому что, ну, чаще всего, там у них, видите же, они еще обвивают их материалом, которые звукопоглощающим. Поглощающим, угу. А это как раз вот все материалы, ну, грубо говоря, это первый класс. Они горючие. Это горючие, они ядовитые, самое главное. Они очень легкие, поглощающие, но это горючие и так далее. Вот, поэтому, как бы ни было, но чтобы вот не рисковать, я бы на первые этажи переносил бы и кинотеатры. Ну, построят новые, я это все понимаю. Думаете, обяжут все-таки? Я думаю, что это, наверное, логично было бы. Вот, я бы в этом... Не, мы все понимаем, что это было бы хорошо. Но вопрос в том... Тем более, вы знаете, что вот... В отношении с затратой здравого смысла. Для детей, вообще, если это образовательное, как бы, учреждение или массовое, выше первого, второго этажа нельзя. Кинотеатр, в данном случае, он, конечно, не является только для детей. Это, скорее всего, как исключение. Но я бы все равно, первые этажи, из-за большого скопления людей, из-за того, что специфика, звукопоглощающие материалы, но они, к сожалению, чаще всего горючие, ну, я бы перенес на первый этаж. Ну, это все возможно. Дал бы хотя бы, там, ну, три года бы бизнесу. Бизнесу три-пять лет, но сделал бы так, что, вот, по-разуму, ну, что на земли в России не хватает? Или в Кирове не хватает? Ну, в Кирове иногда кажется, что не хватает. Тем более, вы знаете, когда это вот все было на чертах этажах, там, на верхних этажах торговых центров, у нас не было развитой сети и бизнеса, как кинопроката, его не было. Сегодня все об этом заявляют, что это динамично развивающаяся, экономически выгодная вещь. Поэтому давайте так и делать. Ну, и гротеки для детей, я понимаю, что тоже верхние этажи, это как бы связано с посещаемостью и так далее. Как бы не прискорбно, но, наверное, надо переносить на первый этаж. Так, ну, это вы сейчас просто о здравом смысле говорите. Конечно, о здравом смысле. Как вам кажется, обяжут, не обяжут? Нет, законы обратной силы не имеют, не обяжут все торговые центры. И, наверное, смысла в этом нет. Ведь, а кто-то сносить этажи верхние. Кто-то переоборудует под офисы, кто-то, может быть, под какие-то другие площадки и так далее. Но не под массовые, не под дискотеки в верхние этажи, не под детские какие-то вещи. Ну, то есть, а перенести детские комнаты на нижние этажи обяжут или не обяжут? Ну, это... Детские помещения, какие-то активности. Это к людям с федерального правительства, которые за это ратуют. На уровне города, вы думаете, не получится ничего с этим сделать? Потому что призывы были, в том числе со стороны главы администрации. Как негласное правило, вы знаете, вот сегодня очень много вещей. Вот я вижу, как бы, главе администрации, кстати, Лея Вячеславовича, поддерживаю его. Многие его начинания. Но всегда, вот он человек с завода, то есть, видно, что он такой хозяйственный, хороший. Мне понятно, его желание навести порядок, я его поддерживаю. Но, извините, город имеет специфику, там очень много людей, которые разные интересы имеют. Это не завод, к сожалению. И поэтому всех, вот, например, сейчас нашумевшая реклама, слышали, да, город хочет запретить, условно говоря, вывешать на домах рекламу, извините меня, по гражданскому кодексу, если они собственники этого жилья, они имеют право все, что угодно. Кроме четырех пунктов, там в рекламе должно быть насилие, призыв к насилию, изменению политического строя, там пропаганда, порнография, предположим, или еще что-то. Вот эти четыре вида, а все остальное, пожалуйста, если это СЖ решает две трети голосования дома, они вправе зарабатывать. Так же, как и ставить на свои территории, если это не торговля алкоголем, магазины, там, мини-магазины продажи фруктов и овощей, каких-то колбасных изделий, там, хлебобулочных изделий и так далее, это вправе. Если они выделили землю, ну, как придомовая территория, они оформили это в администрации города. О чем мы хотим запретить? Ну, извините меня, тоталитарного не будет. Вот в этом, наверное, Илье Вячеславовиче, наверное, в чем-то нужно поменять вот эту, как бы, психологию, понять и принять это. И то же самое вот... Это решение будет, если оно будет все-таки каким-то образом продавливаться, оно через городскую думу будет проходить или оно может быть оформлено просто в постановлении? Нет, 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 через городскую думу, во-первых, это незаконная вещь, я как депутат сразу хочу сказать, ну, мы нарушаем закон. Ведь уже в 13-м году была такая попытка запретить, начинать сносить мини-магазины ларьки по городу. Да, мы снесли те, которые были на муниципальной земле, но это было мало. И вот сегодня в схему ларьков, по-моему, входит 300 ларьков, а свыше 700 ларьков, это по официально данной администрации города, это находится на придомовых территориях. И мы ведь, Дмитрий Николаевич в свое время пытался судиться, мы проиграли все суды, администрация города проиграла. Потому что суд сразу говорит, чья земля, она не муниципальна, до свидания, иск не принимается. То есть это я говорю как юрист. Поэтому, если мы что-то хотим сделать на муниципальном уровне, мы должны выйти с инициативой, например, в областное законодательство собрания, они принимают законы, городская дума, только подзаконные акты. И если что-то противоречит областным законам или федеральным, мы должны выходить с инициативой наверх, или на федеральный уровень, или на областной. Вот это должно быть законотворчество. Хотя, по многим вопросам, наверное, есть какая-то логика, но вот вешать рекламу, это дело, извините меня, но, к сожалению, дело жильцов. Если это их устраивает. И размещение также вот этих мини-магазинов на своей территории, это тоже дело жильцов. Мы можем требовать какие-то правила благоустройства, то есть, ребята, а давайте ларек должен быть вот таким, вот такого вида, несколько проектов сделать и так далее. Реклама должна быть такая, эстетическая, в таких-то цветах, например. И то, это на усмотрение, это должно носить как рекомендательный характер. А политика, это знаете, как, ну ты что, ребенку своему, например, он одевается плохо, он пачкается. Ну да, мы рекомендуем, воспитываем, рекомендуем, рекомендуем, но то, как он будет во взрослом возрасте одеваться, ну это его дело, понимаете? Ну это рекомендательный, мы же его там не говорим, все или да, или нет. То есть, я подписал, значит, ты должен пойти в этом, в теплой шапке, например. Здесь та же самая ситуация. Давайте быть разумным. Еще раз, размещение рекламы наружных домах, все-таки, с вашей точки зрения, жители должны этих домов регламентироваться. Это не с моей точки зрения. С точки зрения закона, хорошо. С точки зрения закон, это, если мы не будем в России проблемой, мы закон не уважаем. Хорошо, Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Сделаем две минуты паузы и вернемся в студию. Мы продолжаем выслушивать особое мнение Владимира Журавлева, депутата Кировской городской думы, но тему школы давайте все-таки, наверное, и закончим. Я, насколько понимаю, вчера было заседание рабочей группы по образованию, которая работает при городской думе, она работает, эта группа рабочая, или она просто при городадминистрации? Есть рабочая группа, есть комиссия социальной политики, которая рассматривает вопросы. Это в городской думе, это в структуре городской думе. Да, это в структуре, это постоянно действующее. Она касается вопроса спорта, молодежной политики и так далее, любые социальные вопросы, медицины в том числе. А это отдельно в связи с тем, что это самый острый вопрос. Сегодня в муниципалитете и по словам президента нашего говорят, что первый вопрос, о чем нужно заниматься муниципалитет, это детские сады школ. Второе, это ЖКХ, и третье, это дороги. Вот основные три приоритета. Я хочу сказать, как спецвиста управления, что если мы не сделаем приоритеты, то есть не разберем, мы уйдем в мелочевку и не достигнем результата. Так, так, вчера, просто прошу прощения, что прерываю не очень много времени, вчера рабочая группа, вы собирались, что было причиной? Ну, наконец-то мы последние при новой администрации города стали собираться. Вы знаете, до этого при господине Перескоковой мне просто чуть ли не угрозы, в мой адрес, от некоторых чиновников, а угрозы директорам, чтобы не давали мне информацию по наличию мест в школах и заведующим в детских садах. Это было откровенно, я даже знаю фамилии, кто. Вчера? А вчера как раз впервые назвали официальную цифру, что там 1200 не хватает мест в детских садах с трех лет. Хотя, по моим данным, 2200, потому что мы там кого-то попрятали, знаете как, мы уплотнили группы детских садов. То есть нарушение роспотребовательских норм и, возможно, даже какие-то там и противопожарные нормы, то есть нахождение определенного количества человек на определенной территории, я не знаю. Это не от хорошей жизни, вот. 1200 официально, по вашим данным, больше 2000 детских садов. Это глава департамента сказал, Петрович Александрович, 1200 человек. У нас нет мест, то есть официально признанно. Сказали, что в этом году у нас должно построиться 6 яслей по федеральной программе, деньги получаем. И это каким-то образом... Ну хотя бы порядок. 6 яслей детских садов, ну давайте в среднем смотрим, это примерно 200 детский сад яслей. Яслей всегда на первом этаже только. Яслей это от полутора лет до трех лет, не раньше, к сожалению. Это по федеральному закону, так и в образовании. Вот. Первый этаж, это яслей, второй детский сад. Ну вот 200 человек, мы какую-то проблему... Короче, эти 6 детских садов не решают вопрос. По трехлеткам. Нет, они изменяют ситуацию, но они окончательно не решают. Было дано задание просмотреть некоторые детские сады на предмет, то есть они были раньше. Например, вот по моему округу. На предмет возврата, это то, о чем мы говорим, да, здания, которые были перепрофилированы в тот момент, когда были не нужны. Сложная проблема, насколько я помню, там связана с тем, что территория при этом здании, которые раньше использовались как детские площадки, тоже передавалась, продавалась, сдавалась в аренду. И на многих участках уже давно выстроены дома. Нет, ну вот мы определили там 4-6 детских садов, которые нужно возвращать, но... Город может их выкупить? Нет, 4 детских садов, 4 здания бывших детских садов, они сегодня находятся под областными учреждениями. Например, Советская 41, там находится такой, ну, там лечат наркологический отдел, областное предприятие, областное учреждение. Я хочу сказать, что и там территория позволяет, это бывший детский сад Улыбка, завода Крин принадлежала, там территория нормальная, об этом все говорят. Но правительство области, насколько я знаю, оно не очень хотело бы расставаться с этим. Хотя многие там специалисты из медицины, они, вот мы и общались с некоторыми, они говорят, зачем там лечат тех людей, но от наркологической зависимости, которые из области. Так давайте, может быть, мы такое откроем, например, в Слободском, во-первых, там и трудоустройство будет людей, и в Котельниче такие учреждения, а не в городе, не будем свозить сюда. Так как здесь территория, во-первых, она более ограниченная, ну, и здесь обустроить это намного, как бы, проблематично. А это вот, это учреждение, вот это здание, отводим под детский сад, Советская 41. Где еще? Это вот по моему округу. Это вчера, вчера вы вот эти вот адреса, собственно говоря, перспективы их передачи, перепрофилирования обсуждали. И там буквально еще 4 детских сада, я вот сейчас на память не скажу, я только вот знаю свой округ, как бы. Ну, давайте по-своему, по-своему это Советская 41. Да, например, затем вот по Сормовской, по-38, Сормовская, 38, там частник, он говорит, хочу 50 миллионов, 50 миллионов, там, примерно, тысяча метров, ну, это 50. А строительство нового детского сада сейчас сколько? Ну, там оно, во-первых, по территории немножко не подходит, но строительство нового детского сада на 200. Дороже. При территории гектар 120 миллионов. Да, но этот придется все равно ведь умонтировать и доводить до ума, то есть на это тоже деньги уйдут. Ну, надо, кстати, посмотреть в каком состоянии, к сожалению, мой округ не знает о здании. Ну, вот такой пример. Вот. И нужно искать, есть места такие, там, к сожалению, многие, знаете, как бы территории там обрезаны уже есть. То есть мы там купили, там, ни один собственник, он его нарезал, там, пристрои какие-то сделал и так далее. Но у нас другого выбора нет, надо вот идти хотя бы таким путем. Так, и решение какое? Решение, но вот, к сожалению, городские чиновники из департамента образования и администрации, они просто расписались, говорят, а нам область не отдаст эти. И вот я хочу обратиться и к губернатору области, уверен, что человек как бы разумный, и главе администрации города. Ну, вы встретитесь и решите этот вопрос, потому что президент сказал, главный вопрос это детские сады, школы. Второй ЖКХ, третий по дорогам. Кстати, по ЖКХ тоже интересный вопрос. Еще по передаче зданий я бы хотела ваше мнение узнать по поводу Александровского костела. Ну, знаете, да, история началась достаточно громко в пятницу. На самом деле продолжается уже многие годы, да. Кировская католическая община просит областные власти, в частности, Министерство культуры, передать ей обратно Александровский костел, построенный еще до революции. Ну, вот последний ответ, который получил от Минкульта и от Министерства государственного имущества, прошу прощения, Григорий Звалинский, настоятель католического прихода нашего, он заключается в том, что были выстроены во время эксплуатации некие помещения, которые не позволяют передать Александровский костел католикам. Ну, что думаете по этому поводу? Надо передавать или нет? Ну, вот смотрите, у меня конкретного решения нет, я не скажу мнения. Опять же, есть закон, Владимир Вениаминович, который подразумевает, что помещение религиозного назначения должно быть передано. Ну, давайте пойдем путем сюда, ну, от сегодняшнего момента. Если бы там это было 10-15 лет назад, может быть, я как бы так отреагировал. Сегодня, да, это традиционно, это исторический факт, что это принадлежало польское общение, построен на деньги поляков, но поляков, которые были гражданами России. И что? Вот, сегодня мы говорим о приходе, который, ну, в принципе, это польское государство. Человек приехал, он гражданин Польши, да? Давайте посмотрим, я не могу без политики, к сожалению, хотя я знаю, что ведь им разрешили службу осуществлять. Подождите, есть ведь очень простая история. Во-первых, мне разрешили, им за деньги их туда пускают, как говорил отец Григорий Звалинский в нашем эфире. Ну, потому что они несут расходы, сколько я знаю, по электричеству, за тепло, а им там небольшую сумму выставляют. Ну, 2-4 тысячи, по-моему. В рамках коммунальной службы. А что, хотите бесплатно? Нет, подождите, я хочу, чтобы закон соблюдался. Если мы православной церкви передаем здания храмов на безвозмездной основе, то почему же мы не можем передать католикам? Вот, давайте мы будем учитывать и политическую ситуацию. Вы помните, откуда к нам приехал памятник маршала Конева? Подождите, политическая ситуация сейчас здесь ни при чем. Речь идет о российских законах. Я это понимаю, это речь идет о том, чтобы возвращать конфессиям иностранным, не иностранным, а российским. Что у нас в России... У нас мусульманам передали мечеть. Простите, католиков-то разве у нас в России нет? Ведь есть у нас католики. Посмотрите, сколько католиков в Калининграде. Вот я хочу сказать, знаете, вот памятник Конева так-то к нам приехал из Польши. И Польша в последнее время не совсем хорошо к нам относится, а в международных отношениях. А при чем здесь католики? Ну вот для меня католическое, я к ней с уважением отношусь. Этого ксенза польского я уважаю. Но, понимаете, мы ведь не религиозные люди. У нас церковь отделена от государства. Но законы российские есть? Погодите, это иностранное. Это иностранное. Что иностранное? Конфессия, это иностранное. Вот это религиозное, католическое. Покажите мне хотя бы одного в Кирея католика. Нет, подождите, вот мы сейчас вообще с вами занимаемся очень опасным делом. Как бы нас за разжигание потом не привлекли. Нет, погодите, а я не говорю. Я говорю о зеркальных мерах. Погодите, против нас сегодня вводят санкции. Вот этого нашего маршала Конева убрали из Польши. Он освобождал так-то Польшу. Сегодня сносятся памятники в Польше, говорят, советские, а вот утратили. Владимир Вениаминович, вот все-таки, наверное, надо тут отделить политику от, не знаю, каких-то, может быть, более человечных сфер. Есть люди. Вот мне-то казалось, что вы, как депутат Городской Думы, первое, что скажете, пусть католическая община представит план, как они будут содержать здания, являющиеся памятником культуры. А вы вот про внешнюю политику начали. Ну, во-первых... То есть вы против передачи? Вы знаете, в сегодняшней ситуации, да. То есть ситуация сегодняшняя, она политическая, под то отношение, которое к нам осуществляет польская сторона. Вы почему же должны реагировать по-другому? Вы считаете, что сначала керпские католики должны инициировать доброе отношение польского государства к российскому государству, и только после этого требуют возврата Александровского костюма? Вы знаете, закон российский есть о возвращении религиозных институтов. Это действительно есть, но усмотрение городской власти. Вы согласны с этим? Вот монастырь мы передавали вот этому, на Динамовском, мы поэтапно передаем. Но усмотрение наше, да. Мы с мусульманами, в общем-то, ведем, у нас нормальные отношения и взаимоотношения. Это тоже нормально. Сегодня это признано, во-первых, зданием памятником культуры, оно не религиозным признано. Конечно, но это право, это наша не обязанность, это наше право, в том числе муниципалитеты. Ну, это он так-то, не муниципальный, он областной, передать или не передать. Но в данных условиях я бы выстраивал такие отношения. И надо к Сензу говорить, извините, но вот, да, это тоже памятник ваш. Но вы как относитесь к памяти более современной, Второй мировой войны? Отец Григорий в этом не виноват, потому что польское государство так к этому относится. Вы знаете, мы тоже народ не виноват, против нас вводят санкции. Поймите меня, пожалуйста, то есть я вас не прерываю, да, и не затихаю нам рот. Но у нас время просто эфирное кончается. То есть вы против передачи? В сегодняшней ситуации, да. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, был в нашей студии. Мы с ним прощаемся. На этом программа особое мнение завершается. Я научена. Всем до свидания.